Музыка Просеем килограмм муки, насытим кислородом и освободим от ненужных примесей. Натрем через терку 100 грамм масла сливочного или маргарина. У меня здесь 113 грамм. Достаточно быстро распределяем его по муке, чтобы оно не подтаяло. Добавляем 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку сахара. Снова хорошо перемешиваем. Понадобится 1,5 яйца, а желток от 2-го мы отставим в сторону для смазывания изделия. Четверть чайной ложки соды мы погасим столовым уксусом. И добавим в кефир. Если у вас нет кефира, подойдет скисшее молоко. Здесь 400 миллиграмм. Перемешаем хорошо. Добавим яйца. Вновь хорошо перемешаем. Сделаем лунку в нашей муке и будем замешивать достаточно мягкое тесто. Выливаем в лунку полученную смесь и осторожно замешиваем тесто. Я убрала контрольно несколько ложек. Если мне будет не хватать, я буду добавлять потихоньку. До вилки трудно уже двигаться. Выносите на рабочий стол и добавьте ложку столовую майонеза. Почему это делаем? Только по одной причине. Потому что кефир или протисшее молоко не столь жирное. Я обычно делаю с участием сметаны. Майонез даст особый шарм тесту. Оно будет очень долго не вымешиваем. Просто собрали его в шар. Поставьте в холодильник не менее, чем минут на 40. Как сбрызнем, обработаем растительным маслом наши противни. Мои дорогие, вот нарезанный фарш на самсы. Кусочки вот нарезаны вот примерно вот такими кубиками маленькими. Смотрите, мои дорогие, у меня фарша 1,2 кг. Лука я накрошила гораздо больше. Значит, 1,2 кг умножаем на 2 раза, получается 2,400. 2,400 минус 600, получается 1,800. То есть 1,800 кг. Почему? Потому что я отняла, у меня примерно 300 г жира в мясе. Я умножила это на 2. Я добавила немного черного перца и добавлю чайную ложку соли и отожму. Вы можете на самом деле добавлять перца больше, лука больше или меньше. Вы на самом деле ищите свой вкус. Кому нравится, что больше. На самом деле, если лука мало, самсы получатся не очень сочные. Если из лука сильно много, самсы получится из одного лука. Ищите свой вкус, и вы его найдете. Я отжала лук. Сюда я добавляю фарш и тщательно перемешаю. Еще добавляем чайную ложку соли и тщательно перемешаем. Итого у нас получается столовая ложка соли. Скатывайте некий жгут. Я делаю это двумя руками. Одной рукой мне неудобно делать, но я вам показываю. Потом делите на удобные для вас кусочки. И затем раскатывайте форму лепешечки. Делим тесто на кусочки. Окунаем их в муку. И раскатываем тесто. Тесто вы можете делить на кусочки, которые удобны для вас. Вы хотите большие самсы, или маленькие самсы, или средние самсы. Это зависит от вашего настроя. Тесто раскатывайте не шире, чем 5 мм. Ну, может быть, 4, но не больше. В середину теста выкладывайте фарш. Фарш вы выкладываете тоже по вашему желанию. Кто-то больше выкладывает, кто-то меньше. Мой внук любит очень много мяса, поэтому выкладываю много. Делайте так. Один защип с одной стороны. Видите? Теперь делайте защип ровно в середине. Вы делаете конверт. Это называется... Моя самса. Вот он, конверт. Ещё раз покажу. На самом деле, я не делю ровно кусочки по весу. Они могут быть больше, меньше. Я не профи. Я не получила школу. Моя школа – это школа жизни. Я научилась готовить по ходу своей жизни. Значит, я вам показываю ещё раз. Ложите в середину своей раскатанной лепёшки фарш. Потом соединяете с одной стороны. Вот таким образом. Потом защипываете ровно посередине. Защипываете с двух сторон. Окей? И у вас получилась самса. Сложите желтком ваши самсы. И поставьте эти противни под 356 грязь. До золотистого цвета. Самсы готовы. У меня получилось 35 штук. И пробуйте. Это самсы с песочного теста. Экспериментируйте. У вас всё получится. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...